Трещины в стенах, щели в окнах, прохудившиеся крыши. Назвать это жилье домом сложно. Правейший потолок мать пятерых детей Мехрениса Холджаева закрыла баннером, чтобы вода с крыши не попала в дом. Саманное строение может рухнуть в любой момент. Жилье аварийное. Но жить в семье Холджаевых больше негде. А потому каждый день, рискуя собственной жизнью, мать вместе с детьми засыпает и просыпается в месте, которое уже давно стало для них домом. Мне дали эту землю, когда я на квартире жила. Землю из колхоза дали, из сельсевета дали. Потом это помогли мне. Братишка помог. Он тогда хозел. Он не был инвалидом. Он помог и этот дом построили мне. Времянку. У меня дети болели. Поэтому я копчу нашла. На их лекарства отрасила. Одну тяжело было. Поэтому я не смогла ремонт сделать. Как смогла, тут все сделала сама. Михрениса опасается, что очередной зимы саманное строение просто не выдержит. Если дом рухнет, женщина с тремя несовершеннолетними детьми, младшие из которых всего 8 лет, рискует остаться на улице. На помощь матери, воспитывающей детей без отца, уже пришли соседи и волонтеры. Совместными усилиями на участке они возвели новый дом, перекрыли крышу. Но переселяться в него пока рано. Дом необходимо утеплить. «Окон, дверей нет. Полы нужны. Отопление, штукатурка. Здесь еще много работы. Важна любая помощь. Нужны стройматериалы и рабочие руки. Ей одной с детьми очень сложно. Мы рядом живем, помогаем по возможности. Когда за детьми присмотрим, когда продуктами». У Михренисы нет постоянной работы. Говорит, не может оставить детей. 2000 тенге, которые она зарабатывает через сутки, моет посуду в кафе, с трудом хватает на лекарства. Мать-одиночка уверяет, недавно в голове дочери обнаружили кисту. Девочке требуется дорогостоящее лечение. «Маленький тоже болеет. Ему надо показать. У него гидрософилия рожжет. Надо вот это достроить, все ремонт сделать, потом туда переселиться. Газ надо мне. На любую согласно. Кто с ним может помочь». В органах опеки и попечительства при городском отделе образования о семье Холджаевых знают. Специалисты уверяют, дети получают всю необходимую помощь. Учебники, бесплатное питание, санаторный отдых. «В которых нет вообще никаких условий для проживания детей и для подготовки уроков к школе. Дети сейчас учатся в 85-й школе. Трое детей. Двое из них получают горячее питание со стороны школы. Со стороны образования они получают горячее питание. Старший ребенок, который учится в 8-м классе, бесплатно отдохнул в детском лагере. А также с фонда всеобича детям были выделены средства. 12 тысяч тенге». Семья Холджаевых не опускает руки, но без посторонней помощи им просто не выжить. Михрениса очень надеется, что добрые люди не оставят их семью в тяжелой ситуации и протянут руку помощи.